Константин Стрельников Константин Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Вы кажетесь достаточно загадочной личностью, по крайней мере в интернете, очень много противоречивой информации в разных источниках, разные факты. Хотелось бы услышать из первых уст, как было на самом деле. Рос я весело и счастливо, ходил, как все мальчики в спортивные секции, дзюдо, бокс. В художественную школу ходил с 11 лет и рисовал с полутора. Музицировали мы с мамой на кухне, пели романсы, наверное, лет до 13 моих. Вот так вот, периодически на два голоса. В 13 лет я ей объявил, что буду поступать в художественное училище в Оренбург. Она сказала «хорошо» и, в общем-то, забыла. В 15 с половиной ей сказал, что я еду через две недели. Она в слезы. Я говорю, я же тебя предупреждал. Я думал, а ты шутишь. Я собрался и поехал поступать. И поступил. Училище свое художественное дико любил, как все, кто там учился. Это было шикарное место для развития, для искусства, для самообразования и просто для жизни. Но в 18 лет я подумал, чего я еще хочу, чтобы потом локти не кусать. С детства я смотрел с большим даже удовольствием, наверное, спектакли, которые показывали по телевидению. Тогда меня поразила «Мастер Маргарита». Я запомнил Александра Григорьевича Галко в роли Воланда. Как тот он мне засел. И когда я поступил на режиссуру в Институт искусств в Уфу, у нас была аттестация института. И председателем аттестационной комиссии именно нашего факультета театрального был Александр Григорьевич Галко. И у нас был открытый урок, где я показывал зачин. И заходит Волант. Для меня это было такое... Знак. Ну, не то, что знак, но это было впечатление. Это было волнительное что-то такое. Вот такой бум, как салют. Кино было уже, когда я оказался в Москве. А в Москве я оказался после Петербурга. А в Петербург я поехал спустя 7,5 лет, прожив в Уфе, получив режиссерское образование и проработав в Русском драматическом театре актером. Где-то 4,5 года я присутствовал в театре. И параллельно я работал в ночных клубах. Это так сейчас называется. Тогда это был кабак. Мне нравилась эта работа, потому что это был кладезь наблюдений за людьми. Причем совершенно разного сорта, как некоторые персонажи говорили, разной масти. В этом процессе мне никогда не было скучно ходить на работу. Кем именно вы работали? Диджеем. Диджеем, звукорежиссером, ведущим, грузчиком этой аппаратуры. И, наверное, не побоюсь этого слова, моя функция равнялась, наверное, арт-директору в последнем месте ночной работы. В итоге выбрали кино. Почему не остались арт-директорами? Я его не выбирал. Оно выбрало вас? Наверное, да. Это область выбирает человека скорее. Потому что я не стремился выходить на сцену. Так получалось, что с детского сада я легко запоминал любые задания, которые мне давали старшие, так скажем. Ну вот утренник, ну вот Новый год, ну вот надо прочитать стишок, ну вот надо спеть песенку. И я это делал. И так получалось, что с детского сада я был на сцене. А когда я оказался в Москве, главный, основной зародок артиста любого – это кино, так или иначе. Если бы сейчас вам предложили выбрать другую профессию, остались ли бы вы тем, кто есть, или все поменяли кардинально? Выбрать другую профессию в каком возрасте? С машиной времени? С машиной времени. С машиной времени. Я в школе случайно бил олимпиады по биологии. Причем тоже ничего не делал для того, чтобы туда попасть. То есть учительница объявляла «ребята, у нас сегодня событие, ваш товарищ занял первое место на городской олимпиаде по биологии». А я тоже думаю, а кто это? А это оказывается я. До сих пор меня посещают разные идеи на тему микробиологии и явлений в природе и каких-то общих данных о животных, в том числе об их иммунитете, болезнях и так далее. И мне все это интересно. Если бы у меня была возможность вернуться в детство и взяться за ум, то, наверное, получился бы неплохой или очень хороший микробиолог. В целом, как вы оцениваете развитие киноиндустрии мировой со времени официально первой картины «Прибытие поезда братьев Люмьеры» до настоящего времени? Я не знаю, какой фильм потряс на сегодняшний день больше бы, чем тогда тех людей, которые увидели эту штуку надвигающуюся. Наши дни, наверное, ставят сложные задачи для кинематографа. И нужен и театр, и нужно кино именно для того, чтобы напоминать человеку, что его на самом деле волнует глобально. Цепляют зрителя такие струны, которые вечны. И когда кино, театр затрагивает эти струны, вот этот человек у экрана, он говорит, да, у меня попало. Вот эти вещи, когда они удаются в кино и в театре зацепить, обострить, поставить вопрос. Вот такие фильмы нам больше всего запоминаются. Хотя бы маленький элемент в фильме есть, все. Мы уже его отметили как золотой фонд кинематографа или явление в театре, которое должно жить, его нужно повторять, его нужно освещать. С точки зрения культурного обмена международного, кино, театр, насколько по-вашему важны? И смотрит ли наше российское кино за границей, в Европе, на Востоке? Китайцы, насколько я знаю, охотно скупают чуть ли не все наши фильмы. Ну и нельзя отнять, в общем-то, их восторг по поводу нашего прошлого и коммунизма. Больше всего, по-моему, мы интересны за границей Китаю. Я не слышал, чтобы, ну, может быть, я просто не в курсе, чтобы Индия покупала наши фильмы. Мы смотрим их, да. Но у них очень много ограничений и рамок в правилах кино. У них практически в каждом фильме присутствует Бог, божество обязательно. И, насколько я знаю, до сих пор запрещены какие-то тактильные, граничащие с эротизмом, прикосновения. И поцелуй – это вообще табу. И они молодцы. Они, соблюдая эти рамки, умудряются лидировать в кинематографе мировом. Нельзя сказать, что Индия как-то отставала бы от Голливуда. Наверное, скорее, они номер один. Потому что их продукция продается на весь мир. И они очень много ее делают. То есть это большая кинофабрика Болливуда. И в Индии кинотеатры где-нибудь тысяч на семьдесят пять под открытым небом существуют. Да, и их много. И каждый, неважно из какой касты человек, самый маленький и нищий способен купить билет в кино. И это у них целая религия, можно сказать. То есть кино – одна из религий. Какие фильмы, какие театральные постановки вы смотрите не по роду профессиональной деятельности, а для души? Часто ли ходите в кино, в театр, в чьей компании? Или есть другие увлечения? Я хожу с друзьями, конечно же. Одному ходить. А я не знаю, кто ходит один. Наверное, только критики или эксперты какие-нибудь. Или по работе. Театр – это праздник. И поэтому вечер оформить в праздник всегда приятнее с кем-то. Мой любимый театр в Москве – это театр Фоменко. И там, не побоюсь этого слова, лучший спектакль, который я видел в жизни, который созвучен с моими представлениями и о театре, и о профессии режиссуре, об актерском мастерстве. О профессии художника, художника по свету, композитора и всех-всех-всех – это «Сон в летнюю ночь». И этот спектакль я готов смотреть, повторять, смотреть, смотреть. И всегда, когда у меня есть время, возможность и компания, я с удовольствием приду и посмотрю. В Петербурге мой любимый театр НДТ, они шутливо себя называли «Небольшой драматический театр» или «Небо ДТ» под управлением Льва Борисовича Эренбурга. И когда я в Питере, я стремлюсь попасть к ним на спектакль. Очень любопытный театр, очень живой, очень глубокий, яркий, с какими-то в хорошем смысле фанатиками своего дела и этой профессии, ребятами, которые верой и правдой служат ему уже много-много лет. Есть ли какая-то книга, которую вы перечитывали неоднократно, перечитываете до сих пор? Или, может быть, книга, которую прочли лишь однажды, но она до сих пор любимая? И рискнули бы вы ее экранизировать? Нет, не рискнул бы. Ни в коем случае. Мне, я говорил уже, что после того, как я где-то лет в 12 или 13 посмотрел спектакль «Мастер и Маргарита» Саратовского драматического театра, я стал читать книгу, роман, и перечитывал эту книгу неоднократно. Я не верю, что «Мастер и Маргариту» можно сделать удачно, будь то постановка в театре, будь то кино. Кроме этого, очень важную роль в моей жизни сыграл Карлос Кастанеда. Это произведение, я считаю подобным «Мастер и Маргарите», его тоже невозможно ни снимать, ни ставить. То есть это разговор и диалог с самим собой. Под каким девизом вы живете и, может быть, поделитесь ближайшими творческими целями, мечтами? Чего ждать вскоре поклонникам Константина Стрельникова? Если девиз, то я сейчас только его вспомнил или придумал «Война план покажет». Кого бы хотели сыграть, может быть? Кого дадут? Посмотрим, насколько это прилично. Не могу сказать, что я когда-то мечтал о какой-то роли. От чего зависит? Соглашаетесь вы на предложение или нет? Нет. Если это здесь, сейчас и с уклоном к политике, то я подумаю, на чьих баррикадах мне придется стоять. От этого зависит. Но самое главное, самая роль должна быть приемлемой. То есть есть какие-то вещи, на которые я не пойду. Первое, зачем я читаю сценарий, я думаю, как и многие мои коллеги, я просматриваю, нет ли там засад. И если их нет, мы продолжаем диалог и обсуждаем. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам.